Здравствуйте, уважаемые слушатели Красного Университета, организаторы этого занятия, потому что тут решается ряд технических вопросов. Тема сегодняшнего занятия – восстановление и развитие партии рабочего класса. Предполагается в рамках этой темы рассмотреть историческое призвание рабочего класса. Это необходимо сделать, потому что партия, как известно, это часть, и эта часть должна сделать то, что выгодно рабочему классу в целом. Далее предполагается рассмотреть становление партии как соединение научного социализма с рабочим движением и, наконец, рассмотреть развитие партии, которая выступает как усиление рабочего характера партии. Вот такие три главных пункта сегодняшнего занятия. Ну и приступаем к первому. Итак, по своему определению, партия – это политический авангард рабочего класса. Когда мы говорим о партии рабочего класса. Ну и мы должны отметить, что здесь вообще-то главный класс. Потому что часть – это часть, это политический авангард, но понятно, что политический авангард – нужно выражать коренные интересы класса в целом, и в этом, собственно, сила авангарда. Если это будет один авангард без класса, ну тогда это какой-то отряд. А вот сила авангарда в том, что он как раз руководит и борьбой, и является авангардом борьбы всего класса. Так вот, рабочий класс – это класс, который имеет свое историческое призвание, как и всякий класс. Это класс, который в рамках капитализма формируется, его называют магийщиком буржуазного способа производства, магийщиком буржуазии. Но это такая грустная картина, и думаешь, если это все ограничивается только негативным выражением исторического призвания рабочего класса, только тем, что он магийщик, то как-то это не очень привлекательно. А что он, собственно, утверждает вместо одного хорошего? А кому жизнь-то дает? А вот, если остановиться на этой стороне, то, конечно, рабочий класс призван осуществить уничтожение классов и утвердить обеспечение полного благосостояния свободного всестороннего развития всех членов общества. И вот когда на это мы обращаем внимание, на позитивную сторону, на позитивный аспект исторического призвания рабочего класса, то как-то больше оптимизма. Поэтому иногда исправедливо совершенно говорят, что это исторический высадящий класс, что ему свойственен исторический оптимизм. И этот оптимизм связан с тем, что он вообще решает класс великую задачу, а не какую-то такую узкогистичную, узкоклассовую, которая характерна для пришествующих господствующих классов, которые в определенный момент выступали от имени общества, когда боролись со старым строем, а потом направляли развитие общества в своих корыстных интересах. Вот рабочий класс не такой. Он не может освободить себя, не освобождая всего общества, от скверны капиталистической эксплуатации и капитализма, всем, что связано с капитализмом в негативном плане, но и обеспечивая развитие всей. Значит, ну, если мы говорим об уничтожении классов, то надо, конечно, пояснить, что это включает. Это включает, конечно, прежде всего, восстановление общественной собственности, то есть собственности, которая принадлежит всему рабочему классу и всем трудящимся, и уничтожение частной собственности, которая является экономической основой капиталистической эксплуатации. Это хорошо, это правильно, но этого, пожалуй, недостаточно для характеристики того, что призван сделать рабочий класс. И Ленин об этом говорил, что надо не только сделать собственность общественной или общей, но еще надо сделать всех работниками. Вот на эту сторону дела, это еще было сформировано, как вы помните, в Великом Почине, на эту сторону дела меньше обращают внимания. А что означает сделать всех работниками? Казалось бы, скажем, и в условиях капитализма есть работники рабочие, есть работники и рабочие, они все работники. И очень часто это наемные работники, да хоть инженеры возьмите, да хоть мастера, это тоже ведь наемный работник. Он не собственный, а наемный работник. Так что же, Ленин ломился в открытую дверь? Нет. Мы не забываем первое счастье, что надо уничтожить частную собственность и утвердить общество. Но чтобы сделать всех наемным работникам, для этого и нужно как раз уничтожить разделение труда, социальное разделение труда между людьми, поскольку, по словам Энгельса, в основе деления общества на классы лежит закон разделения труда. Не в том смысле разделение труда надо уничтожить, что техническое, да, что вот один выполняет одну трудовую функцию, а другую – другую в рамках операции труда. А в том смысле, речь идет об общественном разделении труда, что надо уничтожить такой порядок, при котором большие группы людей занимают разные места в системе общественного производства. И одни находятся в более выгодном положении, а другие – в менее выгодном положении. Одни создают продукт, да, в том числе прибавочные труда, и его присваивают, этот прибавочный продукт, не создавая сами продукты. Так вот, чтобы уничтожить общественное разделение труда, здесь нужно многое сделать, кроме утверждения общественной собственности. Здесь надо обеспечить сокращение рабочего времени до такого уровня, чтобы все, и на этой основе все могли участвовать в выполнении производительного труда в равной мере, и все могли участвовать в выполнении непроизводительного труда, конечно, в различных его функциях. и управления, участие в образовании и так далее. Так вот, вторую часть часто забывают, или она менее всего осознана, и это не случайно. Так вот, когда рабочий класс начинает бороться за свои интересы, он борется за что? Он борется за улучшение своих условий труда. Это можно сделать, так сказать, без высокой теории. Понятно, что если ты трудишься во вредных условиях труда, то если хочешь сохранить здоровье, надо оздоровить условия труда. Понятно, что если ты трудишься, и зарплата такая, что еле-еле на жизнь хватает, то можно улучшить свое положение, что добиваясь повышения заработной платы. Ну и здесь рабочие быстро приходят к тому, что по одиночке все эти достижения, связанные с улучшением условий труда и с повышением заработной платы, эти достижения быстроприходящие. Что даже здесь высокая квалификация, в некотором смысле уникальность, это не гарантия того, что вы всегда будете предупреждать, потому что, так сказать, вы даете очень дурной пример. Если в одиночку вас выкинут, несмотря на вашу уникальность. При удобном случае, конечно. Поэтому они приходят к сознанию необходимости коллективных действий, статичной борьбы. Это, так сказать, действительно уже новый шаг в развитии борьбы за интересы рабочего класса, но это всегда борьба за улучшение условий труда и повышение заработной платы, улучшение жизни в рамках капитализма. Это никогда не затрагивает разделение суда общественного. Ну и не затрагивает, даже пока еще, и не затрагивает проблемы собственности, потому что рабочим кажется, что вся задача – это, так сказать, более эффективно торговаться. А как мы знаем, рынок, сфера и обмен – это проявление отношений частной собственности, поскольку в обмене встречаются два частных собственника. Один отчуждает товар, а другой его присваивает. Так что вот живые отношения и обмен – это и есть как раз выражение частной собственности в условиях господства товарного производства. Ну и вот даже организации рабочего класса, которые возникают в профсоюзе, они вот как они, интересно, действуют. Пока еще вот рабочий класс действует по суммонтурному усмотрению, в рамках тех представлений, которые он усваивает. А это представление буржуазное, поскольку господство в буржуазе означает и его господство и в идеологии тоже. Вот создали, значит, возникла конфликтная ситуация, это примеры этому и в современной России тоже есть. Боевой такой профсоюз, они заодно выступают, достигли успеха, укрепились. Пока это еще не ситуация не очень типичная, не очень широко распространенная, но она будет такой. И мы можем с уверенностью сказать, потому что она такой была. Когда наступает годы подъема, вот такое рабочее движение, значит, тоже проявляется в том, что Россия – достаточно борьба, создается профсоюз в массовом порядке. И вот создался профсоюз. И первое дело, что происходит в профсоюзе, когда он хочет закрепиться. Избирает причедателя и назначает ему какую-то зарплату, может быть, сначала даже и такую, какая она есть у членов профсоюза, самих рабочих. И его избрали. И как избрали, как правило? Как освобожденного работника. То есть освобожденного от того, чтобы быть рабочим. И это совершенно типичный путь. Это совершенно исключений нет. Вот недавно говорили о том, что в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, значит, возник профсоюз метростроевцев. И как там с председателем правкома? Хочешь совмещать свою работу в правкоме с работой в качестве рабочего? Да не очень. Мне даже как-то человек трудно упрекнуть, а он смотрит вокруг. А везде, если председатель правкома большой массовой организации, ну, это значит освобожденный. Он может очень даже и добра получить рабочим своим. Он действует так, как действуют все в условиях господства общественного разделения труда. Потому что кажется, что управлять должны те, кто не является рабочим. А если рабочим, какой же ты управленец? Даже в организациях рабочих, профсоюзных, такой порядок утверждается в условиях господства разделения труда. Одним словом, если мы не понимаем, в чем состоит уничтожение классов, а как мы видим, стихийным образом к этому не придешь, то тогда вся борьба рабочих будет ограничиваться борьбой за текущие интересы, и рабочие организации будут вырождаться в те организации, в которых наблюдается глубокая пропасть между руководством профсоюзов и основной массой их членов. И вот самые боевые профсоюзы с годами обюрокрачиваются, потому что вокруг освобожденных председателей формируются освобожденные технические работники, консультанты, юристы, и этот аппарат начинает уже, знаете, как хвост крутить, собака, так вот и здесь тоже. Вроде бы он должен помогать, а он уже превращается в господина всей организации. Но раз он превращался в господина и живет, на самом деле, уже на часть продукта, которые придаются от рабочих, не участвуют в создании этого продукта, то его интересы все ближе и ближе и ближе к кому? К капиталистам, которые сами занимаются излечением прибавочной стоимости и живут на прибавочной стоимости. И поэтому мы видим, сколько примеров измены вот этих освобожденных профсоюзных работников к профсоюзам, и после которых профсоюзы переживают очень тяжелый период. То есть, короче говоря, вот когда идем по этой протаренной дорожке в борьбе рабочих, то мы идем вот то, что называлось экономизм, борьба за текущие интересы, никогда которые не доходят до коренных интересов. А вот чтобы осознать, что коренный интерес состоит и в обобщислении собственности, и в уничтожении класса, для этого нужна глубокая теория, потому что и сами-то теоретики буржуазные, они, так сказать, не по злобе даже, они приходят, и они видят факт вот этого глубочайшего общественного определения труда, деления общественного класса, и воспринимают его как нечто естественное, как нечто данное, как, так сказать, само собой разумеющееся. И вот для этого нужно критический подход, чтобы понять, что это исторически приходящая фаза в развитии общества, деления общественного класса, и что развитие начиналось общества с бесклассового общества, коммунистического, первоботный пункт, бесклассового общества, и закономерно к нему придет на новом витке развития, когда достижение в развитии производительных сил позволит на новой основе трудить это бесклассовое общество. то для этого требуется наука. И таких ученых по определению не может быть много, потому что эти ученые из чьих рядов? Из рядов тех, кто могут располагать временем, материальными средствами для занятия наукой. То есть из рядов буржуазии или мелкой буржуазии, которая находится на службе укропной. То есть теоретики в условиях капитализма живут первоначально, по крайней мере, как буржуазные теоретики. Вернее, представители буржуазии в том смысле, что они из этих слоев рекрутируются. И поскольку они из буржуазии рекрутируются, то не надо думать, что очень много сторонников, идеологов и теоретиков будет у рабочего класса. Не надо думать. Это исключение, потому что они возвышаются над точкой зрения своего класса, выходят за ее рамки и приходят на сторону рабочего класса. И таких переходов не может быть много. Это вот с одной стороны. А с другой стороны, а для того, чтобы продвинуть науку и раскрыть законы общественного развития, не надо очень много теоретиков на самом деле. Вот Маркс выполнил эту задачу, блестяще выполнил эту задачу, сотрудничать с Энгельсом. Вот два теоретика, которые, вообще говоря, основоположники марксизма. Из большого множества тысяч уже тогда, и в XIX веке было много ученых, которые, значит, были, так сказать, нерабочими были и занимались наукой, и служили уже буржуазией. В порядке исключений мы знаем, Бог появится теоретики и в рабочем классе, как Иосиф Булдискин, но это он, конечно, создал диалектику. Но я думаю, что это не та диалектика, которая все-таки есть у Гегеля, это раз, а во-вторых, это не та диалектика, которая послужила основой для создания экономической теории марксизма, то есть послужила основой для логики капитала. Ну, кто капитала развернул? Маркс все-таки развернул. То есть, короче говоря, научный социализм – это, конечно, отражение того, что исторически восходящий класс стучится в эту дверь старого мира, хочет его оттряхнуть, его прах с наших ног, но сам не может это сделать. И конфликт, конечно, острый, борьба острая, но эта борьба, так сказать, будет, говоря славой, иметь характер дурой бесконечности. Потому что цели никогда не выходят в такой борьбе. Не освещенные теорией научного социализма никогда не уходят за рамки буржуазного способа производства. Так вот, научный социализм как раз за эти рамки выходит и открывает перспективу уничтожения класса. Вот поэтому он научный социализм. Поэтому научный социализм. Но понятно, что не идея переведет сама мир. Два человека, носители этой идеи, те, кто ее сформулировали. Конечно, переведет мир только сам рабочий класс, который эту идею освоит. И дальше возникает необходимость в соединении научного социализма с рабочим движением. Есть то и другое, но порознь они не дают достаточного результата, потому что идея без соединения с рабочим движением остается только теорией. А рабочее движение без осознания и овладения этой теорией остается всегда в рамках капитализма. И в этом смысле не достигает цели реализации коренных интересов рабочего класса. Так вот, мы знаем, что соединение научного социализма с рабочим движением есть партия. Это вот общее утверждение. А как на самом деле происходит соединение научного социализма с рабочим движением? Оно происходит пока в виде возникновения кружков. И поэтому в России тоже вроде бы, в нынешней России есть некоторые кружки, но одно дело, когда эти кружки появляются в условиях, когда еще не было партии рабочего класса, скажем, как в России в 80-е годы XIX века, но другое дело, когда она уже есть хотя бы установление. Но мы пока не будем перележать события, скажем, что вот если мы берем в исторически исходной форме такое соединение, то пока появляются рабочие кружки. И кто в этих кружках? Вот люди, которые изучили капитал или изучают капитал, и рабочие, которые занимаются тем же. Да, они занимаются с помощью интеллигентов, но занимаются изучением капитала. То есть они осваивают эту теорию. А что эта теория осваивает? На самом деле, давайте, так сказать, придем к тому, что эта теория есть теоретическое выражение интересов рабочего класса. Они познают, вот эти рабочие передовики, интересы коренные своего класса. Этот процесс в России, вот это создание кружков, занял не одно десятилетие. И даже когда партия оформилась в виде вот такой партии, вышла за рамки отдельных кружков, а всем понятно, что пока мы остаемся в рамках кружков, то это хорошая форма для изучения теории, но это очень не организация практической борьбы, а для того, чтобы практическую борьбу, значит, надо, чтобы вот ваше знание надо было реализовать, не платить в газете, там, в лесках, то есть довести понимание этой теории до формулировки конкретных требований на конкретном предприятии, конкретных лозунговой борьбы. Мы же не за положение капитала будем бороться, а за те конкретные требования, которые существуют на каждом предприятии и которые в общенном виде находят свое отражение в этом капитале. Так вот, конечно, здесь уже требуется организация, которая выходит далеко за рамки кружков. Здесь много чего, потому что если мы говорим о стаичной борьбе с требованиями, вытекающими из коренных интересов, то это уже вообще работа партии, это работа, которую предполагает и координацию деятельности между различными предприятиями, и выработка общих требований, и определение того, что сейчас актуально, а что не очень актуально, а что надо выставить, а что можно пока придержать. Это вот, короче говоря, партийное дело, и когда эта борьба развернулася в сроке масштабах, вот тут-то и была участь на партии. Как мы помним, что у нас в России, я имею в виду Российская империя, она была учреждена в 1898 году, первый съезд партии. Другое дело, что сам факт проведения этого первого съезда учреждения, он еще не означал, что партия была организационно сформирована, потому что участников съезда арестовали, да еще и не было такого общероссийского обвиняющего дела. Таким объединителем разобщенных прежде борцов за рабочее дело стала, как мы знаем, газета ИСКР, которая выступила коллективным организатором, которая обеспечила единство действий с собой всей страны, вот тех борцов, которые уже ставили задачу уничтожения классов, да, и которые руководствовали спортивной программой, принятой на втором съезде партии. То есть, вот партия приняла свою программу, и вот то, что было выражено в теоретическом плане, в капитале, она в резюмированном виде, в таком виде, который был воспринимаемым и понятным каждому, ну, не так уж просто понятным, но, по крайней мере, который можно было признавать каждому борющемуся рабочему, так сказать, и сознательному рабочему, вот это, так сказать, такая программа была сформирована, и это означало, что партия учреждена. Означает ли это, что установление партии закончилось? Да нет, конечно. Чтобы стать политическим амангардом, нужно, конечно, вести за собой массы, да, а там еще массы было далеко. И надо сказать, что привнесение научного социализма в рабочие движения – это неоднократный процесс. Это вот мы ущадили партию, и это дело дальше продолжается, потому что надо с ростом рабочего движения, с его развитием появляются, приходят в эту борьбу, в том числе и в партию, новые люди, и надо, чтобы эти люди тоже осваивали теорию и становились сознательными борцами. Ну, мы помним, что когда развернулась революция, первая русская, вот кружки, я здесь подчеркиваю не кружки, а то, что работа по освоению теории, она вовсе не была свернута и отброшена, потому что возникли практические задачи. Практические задачи возникли, и они, конечно, решались, но теоретическая работа, освоение теории марксистской, научного социализма, не прекратилось, а может, и расширилось. Вот небольшой пример. Значит, в 1906 году, второй год первой русской революции, в Санкт-Петербурге действовало 173 кружка большевистских, пропагандистских, и 178 пропагандистов. Ну, а в каждом кружке не один десяток рабочих. И это при том, что занимались люди забастовками, значит, создавали советы, так сказать, вооруженная борьба, и все. То есть, все это делалось, разумеется. Но вот, тем не менее, вот это такой основополагающий элемент партии, что это соединение научного социализма с рабочим движением, проявлялся и в том, что научный социализм, научное освоение этой теории продолжалось в самые напряженные революционные годы. Хотя, еще раз говорю, что здесь уже, конечно, это была не единственная и не основная форма, а здесь надо бы улучшать задачи революционной борьбы практически, и их, конечно же, решали. Ну и что происходило с партией вот в эти годы, раз мы говорим о становлении? Во-первых, поскольку это была рабочая партия, то нужно вот, и мы знаем, что задача рабочего класса, призвание стоит, что мы утвердить общественную собственность и уничтожить классы, а уничтожить классы – это задача более емкая, чем установить только общественную собственность. То есть, то вот уничтожение деления на тех, кто управляет, и тех, кто исполняет партии, очень активно происходило в рабочей партии, в РСДРП тогда. Она еще не была Б, в РСДРП. В чем-то выражалось в том, что в условиях революции в партийные комитеты приходили рабочие, то есть к руководству партии, и в том числе они возглавляли эти партийные комитеты, ну и отсюда такая действенная борьба, и такая смелая, и такая решительная борьба, в том числе и статочничная, в том числе и вооруженная борьба, потому что сами рабочие, значит, они же приходили в руководство комитетов, но с заводов они не уходили. Поэтому они были в гуще своих товарищей борющихся, давали пример, ну и это давало им силу. Вот поэтому они уходили на первый план, потому что в такой не в теоретической работе, в такой практико-эволюционной работе, конечно, первостепенная роль принадлежала передовикам рабочим, партийцам. И эта первостепенная роль, ну, она проявлялась и внутри партийной жизни, и в принятии решений, и в, так сказать, рабочине руководящих органов, а теперь надо сказать, что это происходило больше стихийным образом, больше стихийным образом, конечно, то есть это пока не находило поражений в Уставе, и так далее, а как бы само собой. Это само собой еще более проявилось в годы контрреволюции, когда ужасная интеллигенция отклынула, запаниковала, а рабочим-то куда отклынуть от этого дела? Ну, это их жизнь, значит, ну, да, потерпели поражение, но работу надо продолжать, и они продолжали. И вот, поскольку интеллигенция ушла в значительной степени, то они, значит, вышли на первую роль. Но, поскольку мы говорим о становлении, то не надо думать, что была только тенденция к укреплению вот этого руководящей роли рабочих, усилениях роли в партии, была и другая тенденция, с тем, чтобы, значит, смягчить борьбу, чтобы отказаться от революционных целей, чтобы устроиться уже как-то вот в существующей ситуации. Ну, мы знаем, что в РСДРП сложилось целое крыло, которое доминировало такой подход. Доминировал подход к прихождению рабочей партии. Это меньшевики. А что они, так сказать, а что оставили? Они, во-первых, выступали, помните, на чем раскололись большевики и меньшевики, за то, чтобы понять членство партии. Это что, случайно было? Ничего подобного. Одно дело быть в организации, что означает? Подчиняться общей дисциплине, находиться, так сказать, в общих рядах борцов. А борцы-то какие? Это борьба сегодня, она может быть стащенная, а завтра может быть вооруженнее. То есть, это рисковать жизнью, в условиях садизма рисковать свободой. А другое дело, я, говорит, не организации, ну, я как-то помогаю, советы даю. Да, вы можете даже меня руководительниц брать, причем стоянный мишевизм организационный. Это совсем другое дело. И кто это проповедовал? Ну, те, кто как раз не рабочая публика, но те, кто хотел бы ехать на рабочем классе. Ну, куда-нибудь поближе к классе. И мы знаем, что большевики, простите, меньшевики, в конце концов и приехали. Они, значит, и в доме себя проявляли, они, а уж когда вот произошла февральская революция, то они прямо приехали, их, они вроде в совете были в большинстве, но советы их не интересовали, они их считали неполноценными органами. Я думаю, что даже вот им как-то вот неудобно было. Они все время смотрели на, значит, на временное правительство, вот в этом прямо буржуазное правительство вкатиться. Они очень, значит, ценили это учредительное собрание, и вот в отличие от большевиков. А большевики, потому что это, надо сказать, что величайшее открытие рабочего класса, которое получило теоретическое осмысление в пределах нашей партии, прежде всего благодаря Владимиру Леониду, какое открытие? Форма, при которой может быть осуществлена диктатура патриарта, я имею в виду советы, которые как раз вот сложились в результате развернутой стачной борьбы, а стачная борьба была развернута колоссально. И сегодня это просто не представить, что когда в среднем на одного рабочего приходилось больше одного участия в стачке за год. Можете себе представить, какой был размах стачной борьбы, какой был бы размах революционной энергии. Вот на этой основе как раз и выросли советы, и как раз вот если раньше большевики в партийной программе делали упор на то, что даешь демократическую республику, а дальше, дескать, она будет республикой рабочего класса, то теперь, конечно, уже демократическая республика, ну, хорошо, для этапа буржуазно-мократической революции еще куда не шло, а вообще-то говоря, конечно, когда Дереща уже диктатура Польтериата, то даже если это пока еще не было записано в программу партии, но было понятно, что речь идет о советской власти. И вот большевики здесь себя очень проявили, и кто проявил это прежде всего? Рабочие. А как можно было большевикам проявить себя, если в Советы делегировали от рабочих коллективов с тачком? Ну, как вы могли туда попасть? Это вообще не просто было в первой русской революции, это надо было быть рабочим, потому что не рабочим, но в порядке исключения. Кто же были не рабочие? Это инженеры. Это вот, я хочу напомнить, что до начала 30-х годов инженеров в партии, простите, в союз не брали, потому что считалось, что это представители работодателя, а не просто работодателя в 30-м годах это было советское государство, а в царское это время это были представители капиталисты, прямые. Какой тут инженер в профсоюзе? Поэтому если вы хотите попасть в совет Ивановский, то вы должны были быть на предприятии рабочим. И вот большевики там и были. И профессиональные революционеры большевики, они были не в том смысле, что они жили за счет партии и откуда-то сбоку, хотя и такие тоже были, которые шляли координацию, занимались литературной деятельностью, такие тоже были профессиональные революционеры, но советы организовывали не такие профессиональные революционеры, а те, которые, а в первую очередь те, которые были профессиональными революционерами, работали и зарабатывали себе на жизнь рабочими. И поэтому им доверяли, и поэтому они прямо могли влиять, а не снаружи влиять на кого-то, на своих товарищей по работе. Значит, вот такая партия, так сказать, имеем в виду большевистская партия, которая работала в гоще рабочего класса и добивалась того, чтобы руководящие роль рабочих, сознательных рабочих укреплялась в самой партии. Такая партия, конечно, завоевывала авторитет и была освещена передовой теорией марксистской. И эта теория, как мы теперь уже знаем, это усваивалась неоднократно, а, так сказать, ей занимались постоянно на протяжении десятилетий. То, что я говорил об этих хружках и так далее. А что, чем были наполнены газеты, то же самое. А чем занимались люди, значит, в библиотеках, а чем занимались они в воскресных школах, да, вот освоением, и прежде всего, я должен сказать, освоением марксизма, капитала, и, так сказать, работа в Инглесе, а потом и Ленина тоже, освоением. Вот этим занимались люди. И даже вот по воспоминаниям Коржановского в тюрьмах даже брались за Гегеля. Я так понимаю, что за науку логики брались. Это еще до того, как Ленин сказал вот эти знаменитые слова, что нельзя вполне понять капитала Маркса. То есть, это была большая традиция заниматься диалектикой. Гегельской диалектикой в нашей партии. Ну, и вот надо было победить вот эту меньшевистскую линию, что большевики успешно сделали, победили тем, что вообще выкинули меньшевиков, от них отделились. И поскольку, сказать, они отделились, то у них были свободные руки. И когда возникли революционные ситуации, то они, значит, уже действовали без оглядки на меньшевиков. И удалось тогда существовать ужасно-демократическую революцию. И опять ее кто осуществлял? Ну, вот партия организовывала ее тоже, и рабочие боролись на баррикадах. Это мысль о том, что гегемоном буржуазно-демократической революции будет рабочий класс. И эта мысль себя блестяще подтвердила не только в первую русскую революцию, а вот во вторую русскую революцию. И Ленин был совершенно здесь прав, в отличие от меньшевиков, которые из трусости, из нежелания уходить на первую, на баррикады, что называется, отдавали приоритет буржуазии. Дескать, она вот раз буржуазная эволюция, то пусть буржуазии борются за это дело. А мы тут приедем в этот новый буржуазный порядок на рабочих, естественно, на рабочем движении. Значит, после того, как вот партия была в ангарной борьбы с царизмом, да, и были обеспечены буржуазные демократические свободы, то, как мы понимаем, всплеск рабочей печати, а что значит всплеск? Это же невостребованность огромная, то есть ежедневно десятки тысяч бюджетных пиаров в одном только Петрограде выходило, большевистских газет, а по всей стране сколько? То есть это был революционный подъем, и партия это использовала, конечно, и использовала для того, чтобы организовывать советы, чтобы организовывать профсоюзы, и все эти массовые рабочие организации росли как на дрожжах в это время, при том, что решающую роль в их руководстве уже играли вышевики. Они в советах еще не очень играли решающую роль, поскольку советы превратились, и именно поэтому советы превратились в придатки бессильные временного правительства, но это до августских дней, до корниловского мятежа, а потом советы снова обрели силу, и произошла, как мы помним, большевизация советов, то есть руководящую роль стали выполнять в советах большевики. То есть партия научилась использовать все формы борьбы, легальные и нелегальные, значит, она научилась использовать все организации, да, от Думы, была же Думская трибуна, да, да, общество трезвости, да, кооперативов, да, страховых обществ, все организации для чего? Для того, чтобы вести революционную борьбу, то есть, вот такая, а значит, и влиять на массы, которые были представлены во всех этих массовых организациях, и вот это влияние, когда получило, как мы видим уже, огромные масштабы, всероссийские масштабы, и действительно, это влияние выражалось в том, что партия могла вести в этой борьбе за собой не просто миллионы, а десятки миллионов, потому что и к крестьянскому движению тоже мы идем в речь, значит, мы знаем, что большевики тоже дали правильный лозунг этой борьбы и поддержали крестьянам, и так, значит, вот партия уже способна была вести за собой миллионы, ну, что значит вести? В борьбе это вести, в борьбе, которая решала задачи и рабочего класса, и так, среднего крестьянства, то есть, речь шла действительно уже о десятках миллионов, вот она уже установилась, установилась наша партия, но это привело дальше к тому, что такая партия могла обеспечить и борьбу за установление диктатуры политориата, что и было прекрасно проделано в исторические короткие сроки, то есть, этот период буржуазной демократии уже был достаточно короткий, и, как мы понимаем, он использовался максимально, так сказать, с максимальной отдачей, для того, чтобы утвердить в плане советов, то есть, организационную форму диктатуры политориата, чтобы шевики и, так сказать, и смогли сделать, и в том смысле, я имею в виду, что, направить борьбу рабочего класса в достижении этой цели, тем самым, программа минимум в нашей партии, то есть, установить диктатуру политориата, была выполнена, и можно было уже приступать к борьбе за уничтожение классов, как конечные цели борьбы рабочего класса. Ну, всем было понятно, что это дело долгое, да, и ясно объяснил о том, что, в чем стояло развитие партии. Я уже отметил, что вот надо уничтожить классы, в этом и стоит историческое призвание рабочего класса, и чтобы уничтожить классы, нужно прежде всего подорвать старые разлить труда в самой партии, что, я бы сказал, больше стихийным образом было проделано до революции, потому что, ну, еще и опыта не было, и, конечно, рабочие выдвинулись на первый план в партии во многих случаях, да, и во многих комитетах, но, если рабочий день оставался длинным, то очень трудно было им осуществлять эту руководящую роль в партии. Поэтому таких людей Ленин, конечно, называл героями, партийные товарищи, конечно, это герои, но на одном героизме, так сказать, уничтожение классов не обеспечишь после пролетарской диктатуры, поэтому была выполнена очень важная предпосылка материальная для того, чтобы, во-первых, сами классы уничтожать, а уничтожение классов создавало благоприятные материальные предпосылки для того, чтобы в партии осуществлять этот процесс и укреплять ее рабочий характер. Мы знаем, что буквально через два дня декрет введение восьмичасового рабочего дня было введено, ну, и это дало возможность рабочим, значит, в партии больше заниматься партийной работой, материальную возможность, так, что еще и материальная обеспеченность, конечно, в тех условиях, в которых тогда были возможны, дала возможность рабочим активнее участвовать в партийной жизни. Ну, и мы знаем, что действительно численность партии увеличилась, в том числе увеличилась за счет рабочих и прежде всего за счет рабочих. Задачи возрастали, потому что надо было не просто пропагандировать и организовать статичную борьбу. Статичная борьба состояла в том, что мы останавливаем производство. Да, а теперь задача поменялась криминальным образом. Надо было так бороться, чтобы остановленные капиталистами производства или производства, которые капиталисты желали остановить в порядке саботажа, нужно было, так сказать, организовать, направить и развивать. То есть, задача, конечно, куда более сложная. Поэтому понадобились куда более, так сказать, разносторонне подготовленные кадры и так далее. Поэтому на первый план уже вышли не пропагандисты. Хотя, еще раз говорю, что задача пропаганды научного социализма никогда не снимается с повестки дня в партии. Она постоянная. В силу того, что и сам марксизм, лединизм развивается, и в силу того, что приходят постоянно новые люди, этим надо заниматься неустанно. О чем не надо в этой аудитории подробно говорить, я имею в виду в Красном университете. Так вот, все-таки была задача практически, большевики должны бы научиться торговать, что было не очень понятно. Не в том смысле, что, наживаться, получать барыш, а в том смысле, чтобы обеспечить самоокупаемость предприятий и в то же время так вести дело, чтобы не обирать там крестьян за счет повышения цен на продукцию предприятий, которые, по сути, представляли собой государственные монополии. То есть, это очень большое было искусство, вести вот такую торговую, советскую. И все эти задачи решались, и их решение как раз помогало развитию самой партии. Ну и, значит, в чем это проявлялось? Вот мы, я еще раз говорю, что увеличилось ядро партии, рабочее ядро. Хотя мы меньше как-то знаем, я бы так сказал, руководителей партийных рабочих, но я думаю, что в комитетах, особенно заводских комитетах, конечно, и рабочих было большинство, просто потому, что, даже потому, что, скажем, специалисты, люди с высшим образованием, это были прежде всего буржуазные спецы, свои производственные интеллигенции еще не успели наготовить. А кто же будет в партийный комитет буржуазного спеца приглашать, когда мы знаем, что он специально подчеркали буржуазный, и специально ему деньги платили, чтобы вот он, несмотря на свои буржуазные предрассудки и привычки, тем не менее, действовал в интересах рабочего класса, как специалист. А не как партийный товарищ, поэтому там не было этого острой проблем. Проблема-то потом возникает, если не очень-то справились. А вот с 30-х годов, значит, вот этот курс на рабочине партийного аппарата и так далее, хотя в аппаратах уже, конечно, рабочих было меньшинство, потому что продолжалась такая практика, что если мы занимаемся технической работой, даже и интетической ответственной работой, это надо непрерывно осуществлять, и в партии в том числе. Ну, а как это означает? Ну, значит, осанка берем рабочего или нерабочего, иногда и рабочего, но даже взяли, если и рабочего, то он через некоторое время уже чувствует себя как нерабочий, это же противоречие жизни, то есть это не просто сказать, вот давайте уничтожим разделение на классы людей, так чтобы уничтожить это разделение, надо скратить рабочие недостатки, чтобы накопилась большая масса людей, которые готовы работать в совмещении, да, в порядке совмещения, в управленческой работе и работы исполнительной. Ну, где это в первые эволюционные годы такая масса была людей? Да еще учтите, что еще надо было таких людей, которые вот, Кремневых, отправлять еще и на фронт, они там погибали тоже в большом количестве, то есть это просто была неразрешимая задача, поэтому получалось так, что вот опять появился партийный аппарат, значит, с одной стороны, у которой был непрерывный контроль за партией и рабочие, которые на собрании были, в арткомах, на заводах, ну, и не больше того, видимо, хотя, вот это реальные проблемы. Другое дело, что, а кто был в партийном аппарате, очень часто это те люди, которые прошли, значит, школу борьбы в подполье, то есть, руководку с рабочими, которые, если имели какие-то привилегии, так сказать, в смысле не работа на заводе, то это привилегии такого сомнительного рода, что на каторге, в ссылке были, в этом смысле это многих закалило, и они вот не спешили воспользоваться теми благами, которые давала им руководящая эта позиция, а кто-то и начал этим пользоваться тоже, то есть, это живое противоречие, бюрократизм в партийном аппарате тоже было. Как это можно было решать противоречия? Да вот таким образом, что в жизни мы должны были менять положение, от 8-часового к 7-часовому рабочему дню, а это основа для того, чтобы рабочие, передвиги рабочих еще активнее и изучали теорию, и поэтому обследование показывали, что в рабочих семьях в начале 30-х годов там огромное количество было сходов, лея, утипичных, рабочих, а у них время было для этого, они изучали, а, скажем, они не просто изучали, чтобы почитать, а чтобы это в жизнь притворить, значит, лучшие из этих людей шли в партийные комитеты, в партийные организации, поэтому на рубеже 29-30-го года большинство в партии были рабочие представляют, какая была боевая партия, вот это вам уничтожение классов, то есть, если такая партия, то дальше можно было, а рабочие, это профсоюзы, потому что, ну, какая организация выше, партийная, конечно, значит, а работают в профсоюзах, члены партии, они дают пример того, что мы работаем у станка, и в то же время выполняем ответственную партийную работу, то же самое и в советском аппарате, мы помним, что вот в эти годы 600 заводов над госаппаратом было, а что это такое, это опять рабочие, оставаясь рабочими, выполняли ответственную роль, контролёров работы этого аппарата, конечно, это было, ну, если на сегодняшний момент брать, это цифры, конечно, огромные там, десятки тысяч, под сотни тысяч, если относительно рабочего класса, то это не выходило за рамки там небольшого процента, ну, 5-6-7-8 процентов, то есть, это ещё не хватило рабочих, всего рабочего класса, вот такая работа по контролю повседневному за деятельностью государственного аппарата, да и, так сказать, на всех его звеньях, то есть, ну, не могло быть достигнуто в рамках переходного периода, когда ещё существуют и капиталистические классы, мелкотоварные уклады, вот это всеобщая часть управления, к этому двигались, но это ещё не могло быть полной мере решено, значит, если мы с вами об этом говорим, о возникновении, значит, о развитии партии, то мы понимаем, что там была не только положительная тенция к тому, что рабочие выходили на передний план, но была и отрицательная тенция, точно была, а в чём она стояла, что, ну, вот мы решаем задачи производственные, а наши лучшие рабочие куда-то уходят в это время, да, они взяли так, что, ну, тогда вы как-то работаете, а мы, поскольку мы преданы, мы, кто в тюрьмах сидел, а мы закончили уже советские университеты, мы дети рабочих и крестьян, у нас же родители, вот от села, и мы сами в избе родились, и лишь в бараке жили рабочим, так мы будем действовать в интересах рабочего класса, вы не беспокойтесь, вы выполняете производственную программу, мы будем управлять, то есть, мы с самыми добрыми намерениями, очевидно, руководствовались многие, но уж не говоря о том, что из прежних, так сказать, буржуазных интеллигентов и советских службщиков, так сказать, в значительной степени из прежних каких-то службщиков, ну, те просто сохранили ещё такие представления о том, что, ну, кто такие рабочие, ну, чумазые, грязные, да, значит, ну, как-то без них это надо обеспечить, так сказать, руководство партийной жизни, и такая практика, конечно же, такая тенденция себя проявляла, такая тенденция себя проявляла, я думаю, что она себя и очень сильно проявила в каком плане, что, как мы знаем, что, значит, в конце 30-х годов было объявлено, что все у нас классы дружесны и были отменены такие вещи, как регулирование приёмов партию в зависимости от категории, где в первой категории была там рабочая от станка, вторая категория красноармейцы, те, кто готовы пролить кофе, проливали кофе за государство, диктатуру потерято, и там пятая категория, это уже советские служащие. Картина была очень сложная, конечно, и я понимаю, насколько это муторно было делать, так регулировать, и поэтому, когда вот мы уничтожили, так сказать, антагонистические классы, в смысле экономическом, их не стало, не людей уничтожили, а вот это, обобществили всё, и вот обрядили господство общественной собственности, и построили социализм, то как-то было вполне естественное желание, чтобы эту работу бросить крыльпотлевую, и сказать, что мы теперь все советские, все свои. Можно было как-то, вот, что можно было сделать в тех условиях, вот теперь уже мы задним числом это понимаем. Вот я имею в виду, как избежать вот этого детального, такого очень трудного, мелочного и мелкого регулирования вот этого состава социального. Может, можно было сделать то, что сделала рабочая партия России с момента своего учреждения. Она сказала, ну давайте мы вот, я думаю, здесь присутствующие рабочие партии, они это хорошо знают. Мы не будем сильно смотреть, кто идет в партию, ну в каком смысле, что выдерживать пропорции, чтобы в партию шли больше рабочих, чем нерабочих. А в условиях победившегося конечно, рабочие с удовольствием шли в партию, потому что они в виде это возможности продвинуться и выдвинуться куда-нибудь, да, особенно когда партмаксимум отменили. Вот такая тяга появляется. Так вот, можно было что сделать? А можно было так, ну хорошо, вы идите, 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 но когда что-то мы какое-то решение принимаем, то на момент принятия решения голосует, это решение принимается только тогда, когда по большинству голосов рабочих. Ну, представьте себе, в организации больше, значит, 100 человек, рабочих 40, нерабочих 60, мы приняли. Ну, а голосуем, а голосуем так, чтобы вот вас 39, как минимум, а может быть, и не 39, а уж это как решат рабочие тоже. И как-то вот, может быть, и тогда было бы это не так уж болезненно, принимать в партию, да, и так, это было бы страшно, принимать в партию нерабочих, потому что, хотя, несмотря на то, что я сам застал регулированный, да, значит, партийных рядов, и знал, что вот прежде, чем тебя принят в партию, вот меня принят, значит, где-то надо было принять, чтобы двух рабочих, их тащили, потому что, как меня вот такого хорошего золота, вот тогда молодого комсомольца, секретарь комитета комсомольного университета, нашего, Горьковского университета, имени Лобачевского, не принять, вот, а для этого надо было затащить в партию тех, кто, в общем-то, не собирался, вот так вот раздули партию, в том числе, за счет приема рабочих, которые не собирались, не готовились, тем, чтобы принять вот этих людей, все там переменилось, да, так вот, мы нашли, как мне кажется, в рабочей партии России, это прекрасный способ, вот, снятие страту этой проблемы, безусловно, когда в партийных организациях большинство нерабочих, они себя будут проявлять, они будут проявлять тем, что будут брюзжать, говорят, что мы такие хорошие, мы преданные, или даже не брюзжать, если про себя думать, ну, у нас же вот это не умеет говорить, как-то не очень хорошо ведет собрание, а вот, я бы их прекрасно бы и провел, и все бы объяснил, все это вопрос, но вот у меня нет решающего, тут голос, или у нас не решающий голос, и так далее, и секретарем-то вот не меня избрали, а того избрали, рабочего, это всегда такой будет, такой вот момент негативный, даже у очень хорошо настойных людей, то есть противоречия в обществе, где существуют классовые различия, обязательно будут проявляться и в партии, ну, как может партия не нести на себя отпечаток этих противоречий в живую жизнь, но партия чем отличается от всего остального общества, что она способна эти противоречия разрешать по линии укрепления руководящего рабочего класса в своих рядах, если партия не будет это делать, это нигде не будет делаться, а если партия это делает, тогда партийные люди, которые привыкли, получили вот эту закалку, в том числе борьбы внутрипартийной, я еще раз говорю, что это борьба, иногда они шуточные, и мы, члены рабочей партии, знаем, что нам приходилось махать неплохим людям, целыми кусками отваливались, которые вдруг решили, что с чего это вдруг рабочие должны составлять большинство на момент принятия решения, ну, почему это вдруг, большинство именно рабочих среди голосующих должно быть, и отваливались эти люди, и что это бы и в 30-е годы бы не было, было бы это такое, но, тем не менее, вот, когда это войдет в привычку, то дальше это и в традицию, и, так сказать, и это будет каждый раз утверждаться в борьбе, то вот люди, которые это в партии смогут утвердить, и смогли утвердить, могли бы это утвердить и в профсоюзах, и в советах, поэтому, если у нас что-то не получилось с советами, то это отражение того, что это в партии не получилось, так и было на самом деле, если у нас что-то не получилось в профсоюзах, а у нас ни что-то не получилось, А мы дошли до того, что там рабочих, в руководящих органах было меньшинство. Это отражало положение, которое сложилось в партии. А что в партии не было, в руководящих органах меньшинство рабочих от станка было? Конечно же было. И в каком-то смысле не удалось Ленину реализовать какую идею. Помните, он указал, что надо везти в ЦК 100 рабочих от станка. От станка 100 рабочих. Ну, хорошо. А что мешало Владимиру Ильичу сделать это на 9-м съезде партии, на 10-м съезде партии, когда он в полной мере был еще, так сказать, работоспособен? Ну, я понимаю, что, а где взять 100 рабочих? Ну, потому что, если это так принципиально важно, можно было найти 100 рабочих на партию, в которой были уже сотни тысяч рабочих к этому времени. Так что это непростая задача. Непростая задача. И, видимо, его значимость была осознана только тогда, когда вот эта партия развалилась, КПСС, благодаря тому, что рабочих задвинули, так сказать, и по факту, и, так сказать, рядом целых решений, что, дескать, нельзя секретарем партийного комитета избирать человека без высшего образования. Ну, считайте, что рабочих, даже, рабочие не могли же даже быть секретарем парткомов и цехкомов на заводах. Ну, так это все вертикально партийное руководство передали тем, кто нерабочий. А нерабочие, как мы понимаем, они в жизни имеют меньше интересов для уничтожения класса, потому что они уже неплохо выстроились по факту жизни. Условия труда неплохие, содержание труда куда интереснее, да, зарплата в конечном счете и так далее, и так далее. Вот когда, я уже говорю о том, что негативная тенденция взяла верх в партии, вот тогда партия перестала быть партией рабочего класса, и нам теперь приходится ее восстанавливать, возрождать. И я хочу сказать, что вот то, что мы говорили, и то, что мы сейчас говорим в таком ретроспективном плане, это стало уроком для коммунистов, в том числе рабочих коммунистов, которые на рубеже 80-х и 90-х годов сначала создали Объединенный форум трудящихся, такой организации, которая предстояла вот уже умиравшей, как партия рабочего класса КПСС, а она по-другому и могла жить, и когда она умирала как партия рабочего класса, ее вообще не осталось. Казалось бы, я слышал там некоторых, был такой один товарищ, который сказал, товарищ в таком, с кавычка, конечно, в 90-м году, я его знал, он нижегородец, он сказал, что я выкормыш Горбачева, через неделю он стал секторем ЦК КПСС, так вот такие выкормыши, и он рассуждал таким образом, ну, хорошо, вот, значит, партия, да, как КПСС перестанет, там 19 миллионов, но один-то миллион останется, и нам этого хватит, и одного миллиона не осталось, потому что если это родилось как партия рабочего класса, она и могла жить только, а если она умирала как партия рабочего класса, они не ищут там каких-то остатков, да, вот. И поэтому нам пришлось начинать, сказать, сначала, и мы знаем, что РКРП мы создали, вот, изложили такие принципы, как нам казалось, которые гарантируют, что партия будет развиваться именно как партия рабочего класса, ну, в данном случае, наверное, все-таки надо было говорить о становлении уже, поскольку мы снова оказались в условиях капитализма, и начинать было у нас с нуля, но оказалось, что это не так просто, да, и что, хотя мы записали, что в руководящих органах должно быть большинство рабочих, и избирали большинство рабочих, но когда дело доходило до проведения съезда или пленному ЦК, то доезжали всегда меньшинство рабочих, но, тем не менее, в списке большинство, по факту меньшинство, и всегда все решения принимались при меньшинстве рабочих. О как, вот какая была РКРП, хорошая партия. Вот когда мы поняли, что это практика, не то, что она, мы ее, так сказать, сказали, что же это такое, и что, а вот те, кто считали, что это нормально, они сказали, ну и что, и что такого, и нам пришлось с ними расстаться, и поэтому в РКРП, простите, в рабочей партии России у нас это же железное правило, оно не гарантирует того, что, так сказать, появляются ревизионисты, что появляются люди, которые желают задержаться рабочих классов, я уже об этом говорил, но, поскольку мы знаем, что на этом только и можно удержаться, то мы за этим следим, и сколько бы ни было людей, желающих отвергнуть этот принцип, мы всегда их выгоним из партии, и будем держать партию с этим принципом, зная, что только таким образом мы создадим авангард рабочего класса, который будет способен осуществить политарскую революцию, ее второе издание, да, и утвердить советскую власть. А для этого делается очень многое. И вот мы говорили про соединение научного социализма с рабочим движением, вот чем мы сейчас занимаемся с вами. Мы соединяем, готовим кадры пропагандистов, которые, знаешь, такой капитал Маркса, знаешь, такой наукологии Гегеля, и мы ведь не для себя учимся, а для того, чтобы людям разъяснять, в кружках, не в кружках, как это будет удобно, на рабочем месте, в газетах, и газету для этого создали, и для, так сказать, времен, когда нет подъема рабочего класса, газета имеет хороший тираж и хорошее распространение, потому что наши товарищи, а мы в порядке, значит, разделения, уничтожения, разделения труда здесь недели на рабочих и не рабочих, у нас отличается очень хорошо и не рабочие тоже, и рабочие тоже хорошо здесь отличаются. раздают эти газеты по утрам, и, так сказать, в любую погоду, и раздают, и даже мне, знаете, вот, мне один товарищ наш, товарищ Баймин сказал, что вот, надо же, профессора раздают, а вот не профессор не сдают, ну так, мне это как-то казалось странным, а какое имеет значение, профессор, скажем, или не профессор, я про себя говорю, я знаю, что вот там не профессора и рабочие раздают значительно больше, и если бы я себя еще не раздавал, потому что я профессор, ну это вот было бы старая, сказать, вот эта совершенно порочная практика, опять разделение на тех, кто управляет, выполняет чистую работу такой, и тех, кто, значит, исполняет и выполняет всякую грязную работу, то есть мы опять бы встали на путь вот этого разделения труда в партии, ну тогда пиши пропало, значит, тогда бы вот это было и в профсоюзах, опять есть люди для чистой работы, а есть те, кто вот там в пикетах постоят, а вот, значит, распоряжаться партийными, профсоюзными средствами и вообще решать будем, мы, значит, которые уже и не в пикетах, и не у станка, то есть поэтому это для нас совершенно нормально, что, так сказать, все люди выполняют эту работу, кто не выполняет эту работу, значит, им надо подтянуться, а у нас рабочие правили признают, и вроде в организации даже как-то, а как дело до распространения, что-то их не особенного вида, мы с таким товарищем желаем, чтобы они себя проявили, а если уж они совсем вбиваются, мы с ними расстаемся, потому что это опять меньшевизм, то есть это за рамками организации люди находятся, то есть еще раз говорю, что раз уж мы поняли, как возникает партия и как она развивается, то эта мысль, безусловно, и эта, так сказать, теория, безусловно, будет реализовываться на практике, и уже есть люди, которые, в том числе лучшие люди из рабочих, я считаю, только так можно характеризовать товарищей из рабочей партии России, которые это делают. Ну и поскольку мы уже, так сказать, люди ученые, на собственном опыте, на опыте борьбы партии, которая достигала высот и с этих высот, так сказать, упала вниз, то мы хорошо люди ученые, в этом смысле, то нет сомнений, что дело ведем до того, что и будет, так сказать, партия рабочего класса будет установлена, и поведет за собой миллионы, и эта партия будет способна возглавить по бедностной борьбой десятков миллионов в установлении диктатуры Батриарта. Я думаю, что слушатели Красного университета, поскольку они знают, что задача теории, так сказать, марксистской и ленинской не только объяснить мир, но и изменить его, в этой работе тоже будут принимать участие. Спасибо за внимание. А работа в перспективе, вот такой вопрос, можно ли задать, рабочая партия в перспективе может как-то баллотировать своих членов в парламент какой-то? Или это смысла вообще не имеет? Рабочая партия в парламенте все равно в ужасном парламенте. Она не сможет никак себя проявить. То есть сам способ прихождения к власти, это немножко, наверное, не по теме, борьба рабочей партии. Это очень по теме, очень по теме, очень по теме. Очень хороший вопрос. Эволюция нужна. Который надо задавать. Я хочу сказать, что в данном случае на этот вопрос надо искать ответ, в первую очередь, Владимир Владимировича Ленина. Помните, детская болезнь ливизны в коммунизме. Я в лекции постарался сказать, что наша партия, я имею в виду партию большевиков, она стала победоносной, потому что она освоила все формы борьбы. И использовала все возможные организации. Легальные, нелегальные. А что страховые общества? Это что, по определению коммунистической организации, что ли? Да упаси Боже. А профсоюз при капитализме? Это что, коммунистическая организация? Упаси Боже. Это объединение рабочих для продажи рабочей силы на более выгодных условиях. А Дума что? Я имею в виду та Дума еще. Ну, конечно же, это орган власти такой буржуазный, в рамках еще феодального способа производства. И, как мы знаем, Ленин призывал использовать все организации, все трибуны, в том числе и трибуны Государственной Думы. И мы знаем, что там была фракция большевиков. И, конечно, использовали не в том смысле, не в смысле надежды на то, что завоевать большинство голосов. Ну, никто таких иллюзий, конечно, не разделял в партии. Но трибуну-то получили. Да? И получили возможность не только выступать с этой трибуны, но и вести встречи с избирателями. Были, значит, и соответствующие поездки. Была возможность выступать в прессе, издавать прессу. И, как мы помним, Ленин сказал, что вот использование такой легальной формы дало возможность решить следующую проблему. Вот открылось, что один из депутатов был, как мы знаем, провокатором. И он провалил сотни людей. Но чтобы быть наверху, да, и чтобы остаться, так сказать, в партии и так далее, он вел организационную работу, пропагандистскую организационную, которая обеспечила привлечение там значительно неизмеримо большей силы пролетариата, потому что вынужден был это делать. И вот это как раз благодаря тому, что использовали эту трибуну. Поэтому принципиально рабочая партия России ни в коем случае не отказывается от того, чтобы, если будет возможность такая, быть в Государственной Думе, да, и выступать, использовать трибуну, хотя трибуна там не очень, конечно, сейчас громкая, потому что вообще непонятно, я думаю, не слышно. Но, тем не менее, от участия в выборах, конечно, мы никогда не отказывались. И когда это было возможно, выдвинуть кандидатов, мы участвовали, участвовали в Санкт-Петербурге, в Ленинграде. И тогда, кстати, от нашей партии два было депутата в этом собрании Санкт-Петербурга законодательного. Это товарищ Тимофеев, так, и товарищ, по-моему, господи, Виктор Александрович, да, забыл фамилию, простите. У нас тоже мы участвовали в выборах, я был кандидат на депутаты, но понятно, что голосов тут не собрал, потому что надо было стоять железные двери. У нас Константин Сенков был кандидатами тоже, использовал время, выступал на телевидении. То есть, разумеется, мы это будем использовать, и если дело дойдет до трибуны, парламентской тоже будем использовать. Но, вы правильно сказали вопрос, а это что, путь к власти? Если мы этим ограничимся, то это мы путь во власть, какую буржуазную. Это не путь к власти рабочего класса. И поэтому мы еще раз говорим, что вот эта работа имеет вспомогательный характер, основной, так сказать, участок нашей работы и основной участок борьбы за власть рабочего класса – это стаичная борьба, которая ведет к тому, что при широком масштабе, при широкой активности стаичные борьбы комитеты объединяются по территориям. Я теперь не открою вам тайны, там товарищи, которые задали вопрос, что территориальный орган объединяющий стаичные комитеты этих предприятий, называется Совет, такой получил русское название. Дальше эти Советы объединяются в более широких масштабах, вплоть до съезда Советов. И вот вам готова вертикаль рабочей власти, которая еще пока не власть. Она начинает уже влиять на власть, потому что мы знаем, что Советы дают разрешение на такую меру или не такую, как это было уже в Ивановских Советах. И сам там этот губернатор должен был с ними согласовывать решение. Но когда дело развернется широко, когда рабочий контроль на предприятиях, а с точком это предприятие, с точком, значит, получит большое развитие, выделится кадр людей, которые знают, а что, собственно, происходит на производстве, как его организовать, как его контролировать. Вот тогда наступит возможность сказать, ну, который временный слазь, это вертикаль, и остается, так сказать, полновластной советской власти. Вот путь движения, он уже исторически выявлен, здесь нам ничего не надо уже изобретать, все открыто нашим рабочим классам. То есть в этом смысле нам предстоит стоять на плечах гигантов. Разумеется, появятся новые задачи, потому что выбрать момент, выбрать форму перехода. И это никакой книжки не прочитайте у Ленина тоже. Вот для этого нужна партия сегодня, сегодняшних людей, которые знают, каких сегодняшних условий все это делается. Но саму логику этой борьбы уже мы знаем, она открыта, мы ее застрили. В этом большая заслуга Михаила Алексеевича Попова. Вы знаете, что это многолетний президент Фонда рабочей академии, который курит один из куратов Красного университета. То есть все это известно. Осталось только проделать. Но без партии это не проделаешь, а партия пока еще так не развернулась, потому что еще пока не развернулась забастовочная борьба. Поэтому мы в теории все это знаем, а на практике это сделать предстоит. И обязательно сделаем. Спасибо. А как можно разрешить такое противоречие, если, например, рабочий становится депутатом, и он же должен, вероятно, как-то максимально сократить пробивание своего на работе? Как он ему совмещает? А пусть он стал человек, депутатом какого-то парламента. Он же должен там присутствовать на заседаниях. И совместить нахождение на рабочем месте у странка и нахождение в парламенте весьма проблематично. То есть он должен в любом случае перестать стать работником, вольно или невольно. Либо что-то надо выбирать. Совместить это невозможно. Я вам должен сказать, что буржуазная власть об этом уже позаботилась. То есть если ты становишься депутатом, ты с этого места уходишь прежним, конечно. И там сидишь и так далее. То есть, ну поэтому у нас большой вопрос. Кто должен быть в парламенте, рабочий, нерабочий? Ну это такой вопрос чисто отвлеченный, поскольку еще очень далеко до возможности в частных серьезных парламентских выборах. А что касается советской власти, то это вопрос решаемый. Решаемый, прежде всего, каким образом? Что депутаты рабочие, оставаясь рабочими, работали в рамках сессии советов и съездов советов. Другое дело, что эти сессии должны быть достаточно продолжительными. Они были поначалу продолжительными. Там не несколько недель. Да, одна сессия в году, и несколько недель – другая сессия. Ну с тем, чтобы это основать, но там посидеть, над бумагами подумать. А за рамками этих сессий, то они были рабочие. Поэтому, конечно, в советское время превращать рабочих в таких профессиональных депутатов, но это нам сегодня кажется, что если представительный орган власти, это обязательно люди, которые расстались с чем-то, и они вот на профессиональной основе. Это уже парламентаризм чистой воды. В советское время это вполне решалось. Для повседневной работы, но я понимаю, что есть депутаты, а совет-то вообще, это не только же одни депутаты. Там, значит, секции советов, которые должны были присутствовать, беспартийные, там, осуществлять советские контроли и так далее. Для этого нужно было сокращать рабочий день, чтобы они тоже могли участвовать в этом деле, оставаясь рабочими. И так, по факту, и происходило. Я вот говорил про шество заводов, над госаппаратом и так далее. Их на определенное время, там, на месяц отправляли на завод, простите, с завода в госучреждения. После этого их возвращали и отправляли новую, так сказать, группу рабочих подготовленных. То есть, это нормальная практика совмещения. Оно может совмещаться повседневно. И для этого надо, конечно, рабочие день сократить больше, чем до шести часов, как я полагаю. Оно может, так сказать, это совмещение во время немножко растянуто. В рамках года часть времени мы выделяем для вот этой работы, часть времени для работы у станка. Но и вот такое же предложение всегда мы выдвигали и для профсоюзных комитетов. Ну, давайте, товарищи, ну вот вы одну треть, один месяц работаете с соприседателем профсоюзного комитета, а два месяца последующие идете у себя на рабочее место. Потом опять один, вот три соприседателя. Пока еще нигде не прошло это дело. Вот это очень интересный факт. Заметьте, как даже в рабочей организации вот это старое разделение труда давлеет над умами, давлеет над всеми вставными документами и так далее. Так что нигде пока этого не удалось провести. Ну, у нас есть соприседатели в тех местах, где, так сказать, они не освобождены. Тогда они вот поработали, и уж что осталось времени. Это герои действительно люди. Они дальше идут и работают. А вот так, чтобы систематически, в таких развернутых масштабах, чтобы это было удобно, чтобы человек там три месяца в году был управленцем, а девять месяцев рабочим. И если он так поработает в таком режиме года три, то, простите меня, это уже какой опыт, какой навык, какое умение, да таких через такие провести. Какие у нас были бы враги рабочих. Но пока вот это не получилось. Хотя мы надежды не оставляем, и усилия не оставляем для того, чтобы эту практику все-таки осуществить. Да, да. Вопрос. Если кто-то, я сначала задам вопрос, и потом поясню, почему... А, да. Супанова Борис зовут у меня. Вопрос, когда будет вообще стимуляция к развитию производства при социализме? Почему я задаю такой вопрос? На мой взгляд, часто происходит, что вот там возникает профсоюз, он вот, допустим, добивается каких-то своих целей, там улучшаются условия труда. И следующим, так сказать, поколением рабочих уже как будто бы не очень хочется вот этот профсоюз дальше куда-то двигать, чего-то добиваться уже и так вроде бы не классно. Вот как будто бы, ну, установить шестичасовой рабочий день, ну, это задача не на десятки лет, да, на год, на два, в общем-то. А что дальше? Чем мотивировать развитие производства после этого? Я понял, я понял. Ну, вот вы про профсоюз сказали, что он добился и потом умирает. Я должен сказать, что чтобы профсоюз был все время, так сказать, отмобилизованный, то, конечно, партия должна быть отмобилизована. То есть более высокая форма рабочего класса должна быть постоянно мобилизована, и тогда она способна быть заводилой и профсоюза, и совет. Что касается цели, ну, мы назвали шесть часов, это такая великая цель, она может показаться великой целью. А вообще-то говоря, еще в 30-е годы говорили, что шесть часов – это не предел, его не придешь. А когда будет класс уничтожен? Неужели что? Значит, шести часов производительного труда достаточно для уничтожения классов? Вот вы говорите, что будет дальше мотивировать? Да, конечно, недостаточно, потому что если шесть часов производительного труда, это значит на непроизводительный труд у человека осталось, ну, два часа в день в качестве участника управления. И учиться надо тоже, никто уже это не снимал, этой задачи для развития человека, чтобы он мог все это по существу делать. То есть получается, что он управлен всегда на одну седьмую часть. Поэтому шесть часов – это еще, так сказать, пропасть. Кстати, это огромная дистанция до полноуничтожения классов. Это раз. Во-вторых, вы-то на заводе вели шесть часов, и в советском учреждении вели шесть часов. А противоположность, точнее говоря, это, так сказать, деление на тех, кто станет производительным трудом, непроизводительным трудом, никуда не делось. Больше того, вы даже можете вести три часа производительного труда. Но если остальное время не используется для участия в управлении, то тогда, так сказать, воспроизводятся классы даже при трех часовом рабочем дневном производстве. То есть надо не просто сократить рабочее время, а высвободившись время используя для того, чтобы рабочие на деле осуществляли управленческие функции. И там не надо думать, что самые высокие ответственные. Ленин говорил, что, так сказать, для участия в управлении можно найти столько дел, от самых простых, простого учета и контроля, до самых сложных. Это уж по мере таланта, так сказать, и готовности. Это одна сторона дела, а другая сторона дела. Значит, вот те, к которым вы приходите, они будут на пять шестых нерабочими, а на одну шестую еще надо, чтобы они поработали, на одну шестую. Это же обратный процесс. Если вы только будете привлекать рабочих к управлению, а слой управления никуда не девается, это еще не ничтожные классы. Потому что остается рабочий класс. Потому что есть класс нерабочих, который с рабочими, с рабочими производителями ничего общего не имеет. Надо же обратный процесс налаживать. Привлекать нерабочих к производительному труду. Это стихийным образом было. Мы вот с Михаилом Алексеевичем на базы ходили, на поскоревки там перебирали всякие вещи. Университетские работники, да, к осисти нас отправляли тоже. Вот такой, ну это какой был войн? Нас, доцентов, нас, профессоров, туда-сюда. Это же нормальное дело. Это маленькая такая частичка этого процесса. Так его заглушили, затоптали ногами. Вот это ростки уничтожения, разделения труда со стороны интеллигенции. То есть это очень большой вопрос. И тут, чтобы снять эту остроту, вот когда три часа, ну на три часа можно, а еще лучше на два часа. Можно любого интеллигента, в конце концов, привлечь к производительному труду, потому что там, а 6 часов он будет не у производительного труда. Это замечательно. То есть это легче, решить вот это противоречие, о котором мы сейчас говорим, что у нас противоположность между людьми производительными, занятыми производителями, и непроизводительными домами. Тоже надо уже преодолеть ее. И решить это противоречие. То есть это очень большая работа и 6 часов – это лишь первый шаг, за которым последующие очень много шагов. Я хочу сказать, я предполагаю, что еще 6 часов, и когда нет всеобщего участия в управлении, те, кто действительно управляет, к этому спокойно относятся, а когда начнется расширяя широкое участие в управлении и придут в кабинеты, втишу это делать, вот тогда мы увидим настоящее сопротивление бюрократического аппарата. Как его увидели предыдущие поколения рабочих, когда они начали проходить в начале 30-х годов. Я думаю, что это был бешеный, тихий саботаж, бешеный сопротивление, ну не такое, что с оружием в руках, но надо было настучать, так сказать, что называется, товарищу Сталину и так это дело преподнести, чтобы вот он, человек, который дал добро этому делу, потом как-то вот тихо смирился с тем, что, так сказать, было это дело, по сути, уничтожено. Поэтому я хочу сказать, что чем дальше, тем острее будет борьба. Она может быть в гуманных формах и так далее, но она будет, так сказать, повсеместно развертываться на самых, казалось бы, таких неожиданных участках. Вот нам кажется, что неожиданных. Ну какая разница там, 5 или 6 часов, или 3 часа. Ну какая разница, люди работают без участия в Сешевской бригаде или с Шешевскими бригадами. Это мы так рассуждаем, так сказать, не будучи в положении тех, кому эти Шешевские бригады придут и нарушат их мир в тиши гладь, как это было в 30-е годы. А что, значит, в 2025, 30-м или 40-м году будет по-другому, точно так же и будет. Поэтому борьба будет острейшая, и нам мобилизовываться, надо и мобилизовываться, а где мобилизовываться, сказать, что все, мы теперь все советские, вот как это произошло с нашей партией. Ни в коем случае нельзя. Это тоже очень важный урок. Можно тогда дополнительный вопрос. Если принять вид о том, что по мере сокращения рабочего дня и улучшения положения рабочих, борьба будет обостряться, то как тогда объяснить, что, например, профсоюз докеров, допустим, он как-то дальше не ведет, не улучшает еще больше свой коллективный договор? Почему там как будто бы борьба затихнула наоборот? Или, ну, возможно, я неправильно понимаю ситуацию с профсоюзом. Не затихнула. Тренинг, но малый, кстати. Ну, я хочу сказать, что мы уже отмечали с вами, что успешная борьба профсоюза на протяжении длительного периода времени предполагает партийное влияние на участие ПАВ. Что без партии все достигнутые, так сказать, завоевания вас заберут, потому что надо быть постоянно отмобилизованным. Вы сделали шаг, вы что-то добились. Мы сказали с вами про обострение классовой борьбы. Так ваш этот классовый враг, вы думаете, он так вот прямо с этим смирился, а не наоборот ли? Значит, это раз. Поэтому вот они продвинулись, так знаете, какое желание появилось их назад задвинуть? Во-вторых, ну, так сказать, члены партии у нас там были в самом порту. Это товарищ Федотов, товарищ Тимофеев, Беляев и Рысев, да? Когда бастовали, к этим членам партии еще добавлялись известный нам товарищ Попух. Ну, тогда, так сказать, товарищ Герасимов тоже был, еще нормальную линию вел, когда он пытался строить себя вождя рабочего класса. То есть, на этом участке борьбы было создачение там таких, так сказать, ядро партийное, да? Вся конструкция, и вся партия работает, потому что там газеты издавали на общепартийный день, который мы так располагали, ну, и так далее. И писали туда все, кто мог. То есть, вот вам успех, докер. Ну, товарищ, сколько можно, значит, рассчитывать на Константина Владимирович Федотова, который вот огромный воз вообще работы проделал исторически. Или товарища Тимофеева. Люди сейчас в возрасте и все. Поэтому, а новых, так сказать, не особенно появляется. Прямо вот мы что видим сейчас по нашей партии? Прямо валит и валит, так сказать, валом молодые рабочие. Да нет пока такого. Ну, нет пока такого. И это что, в вино поставить товарища Федотова или товарища Тимофеева? Ни в коем случае. Да, это раз. Во-вторых, конечно, изменилась там ситуация, ну, связанная с загрузкой порты и так далее. Хотя, еще раз подчеркну, вот там, где были эти рабочие, где вот члены партии, где они до сих пор работают, там еще жива профсоюзная организация. И есть коллективный договор хоть ухудшенный, но который на самом деле много лучше, чем вот типичный профсоюзный коллективный договор, заключенный в рамках ФНПР. Еще много лучше. Это знаете, как Ленин говорит, что нам есть куда отступать, когда мы допустили капитализм, элемент капитализма в период МЭПа. Потому что было огромное завоевание. Так и здесь тоже. Пока есть куда отступать. Хотя, в общем, это не очень радостно. Но кому тут вину поставишь? Нашим товарищам партийным рабочим, нашим товарищам партийцам никак не поставишь вину. Надо сказать огромное им спасибо за то, что они сделали. И до сих пор еще, они свое, так сказать, самочувствие, там, возраст и так далее посильно делают. Вот вам объяснение того, почему у докеров дальше не пошло. Партий не хватает лучших организаций профсоюзных даже. Они были лучшие именно потому, что там лучшие были партийные рабочие. Потому что Федотов и Тимофей вообще начинали с докеров. А те же самые докеры, в которых не было наших партийных товарищей, имели куда более бледный коллективный договор. Если он был хоть немножко, так сказать, розовый, то только потому, что в рамках РПД российского профсоюза с докеров был премьер-маяк, который влиял на все остальные профсоюзные организации и на работодателей в рамках остальных, так сказать, предприятий. Татьяна Пеналин, город Ленинград. У меня вопрос такой. Вот мы сейчас изучаем здесь марксизм и униизм благодаря Красному университету. Вот где мы получаемые знания можем реализовать. Ну, кроме того, что распространяет газету, где еще мы практически что-то можем сделать. С вашей точки зрения. Если вы работаете на заводе, то вообще вопрос не возникает. Что такое поле у нас там? Ну, что хочешь, что и делай. Дело-то одно. Продвигать коллективный договор, а для этого надо организовывать инициативу и группу. Здесь надо проявлять инициативу. И, так сказать, очень многое зависит даже от одного человека, если человек партийный. А что значит партийный человек? Это тот человек, который свою линию ведет не от случая к случаю, а на протяжении десятилетий, если хотите, на протяжении жизни. Поэтому, когда люди убедятся, что это такой человек, что он свой свернет, к нему начинают подходить, вставать рядом с ним. А если человек то так, то эдак, все к нему. Он ненадежный человек. Партийный человек к этим отличается. Поэтому, если на заводе, у вас там дело вообще не початый край. И не знаешь, вот пока ты человек один, не знаешь, за что хвататься. Ну, надо собирать людей, единомышленников, делать какие-то, так сказать, шаги по подготовке коллективного договора. Причем, как уже было опытом показано, что для этого, опять-таки, не всю книгу надо написать, ее с ней идти, а написать коллективного договора в виде самых ярких основных положений. Это продвигать, за это голосовать. И это большая, очень ответственная работа, которую выполняют наши лучшие рабочие и вообще-то герои. Потому что это определенный риск. Есть риск, конечно. Но, тем не менее, если вы не на предприятии, то я вам хочу сказать, что ничего лучшего и ничего более важного, ну, кроме того, что вы объясняете кому-то что-то и так далее, чем распространение газет на сегодня не придумаешь. Потому что это ниточка, связывающая партию, пока еще с десятками самых крупных предприятий, и по нашему подсчету, ну, где-то сотни тысяч рабочих. Сотни тысяч. Немало. Для того, для партии, которая начинала с тиража в 4 тысячи раз в год, вот такое было положение, очень тяжелое положение. Сейчас, мне простите, нас узнают уже и говорят, я это знаю. Что-то вас давно не было видно. То есть, вроде как, уже и ждут. Ну, вот, не было видно, потому что тираж мы не подготовили тут, и еще надо его распространить. Мы могли бы и больше, между прочим, чаще, вернее, публиковать. Материал, наверное, найдем все-таки. Но это уже вопрос распространения, потому что это очень непростая задача. Как у моего опыта, я стою за красный сон, воздаю, проходят женщины, сердобольные такие, говорят, ой, как же вы рано, ну, что же вы так рано встали. Я дивлюсь, я говорю, а ничего, что вы каждый день ходите в это время. Я-то там появился раз в квартал, да, или чуть почаще, у нас 5 выпусков было газет. А они, значит, каждый день, и вот, ну, наши женщины дают. Но, тем не менее, это действительно надо встать, надо встать, приехать и так далее. То есть, это, как выясняется, не так просто, потому что распространить надо 5 тысяч. А людей у нас пока еще раз-два и обчелся. И вот у нас эти 5 тысяч распространяет в основном Дмитрий Иванович Афонин. У нас, скажем, не в Новгороде, который, скажем, каждый проходной по несколько раз и так далее, и так далее. И вот железный человек, еще у нас такой железный человек, это, скажем, я всех не назову за неимением времени. Но вот Михаил Егорчев, значит, Михаил Анатольевич Егорчев из Перми, он, значит, уже к этому делу семью приобщил. Ну, это вообще уже ячейка общества, который в этом деле помогает ему, и, наверное, это очень здорово. И тоже умудряется до своей работы, до смены это делает. Поэтому вот если в такую работу включитесь, я думаю, что ничего сейчас важнее нет. Потому что как мы еще можем донести? Через интернет, ну, это капля в море. А тут мы прямо, что называется, по адресу. Прямо по, вот тем, кому нужно. Это, как это говорят, высокоточное, если вот проводить аналогию. Это самое высокоточное. Кто-то говорит, ракета залетела в форточку. Ну, нам тут всякая аналогия хромает, а мы прямо вот в проходной приехали, прямо в руки тому, кого мы хотели бы видеть в рядах борцов. И я вас уверяю, что это даст свой результат, обязательно. Не сразу, но даст. Об этом говорит опыт. Ну, почему люди, рискуя жизнью, жизнью рисковали, когда искру везли из-за рубежа, нелегально? Неужели не понимали, что они делают? Это просто вот, они понимали значимость газеты, как коллективного организатора. Ну, нет пока еще подъема большого, чтобы быстро люди откликнулись. Но нас узнают, заводят беседы, понимают, что тоже проверяют, что это не люди, которые появились, а завтра их не будет, и что это за партия такая. Сегодня она есть и завтра нет. А вот мы на проходных на одних и тех же. Значит, на протяжении уже ряда лет, уже узнают. Я думаю, что наступит такой момент, мы же все деревья изучаем. Когда произойдет скачок, новое будет качество. Скажут, ну, давайте, хорошие ребята, что делать-то? Вот как вы сейчас задали вопрос, так они зададут вопрос. Александр Владимирович, Лазарев Вячеслав. У меня вопрос такой вот по принятию решений партийной организации. Вот ситуация гипотетическая. Десять рабочих избрали девять нерабочих, то есть меньшинство. А голоса распределились так, что, допустим, против, вот вопрос на голосование поставлен, против проголосовал все нерабочие, а один рабочий, а за девять рабочих. Это решение, какое считается принято? Я считаю, что, Вячеслав Николаевич, я считаю, что решение принято. Вы ответили на этот вопрос, потому что, ну, двойной этот норма, значит, счет по большинству рабочих, так сказать, среди голосовавших из числа рабочих уже не проходит. Я вам хочу сказать, что, вы другой вопрос задали, что нет ни одной организационной меры, которая бы, ни одной, подчеркиваю, организационной меры, которая бы гарантировала нас от перерождения. Это ошибок, это перерождение. И сами нерабочие, по большинству, вот они могут десять рабочих и девять нерабочих, и десять рабочих проголосовать ошибочным образом. Такое может быть? Может быть. И что? А все, норма соблюдена. Я вот взял другой гипотетический случай, что десять рабочих проголосовало ошибочно, а вот девять нерабочих. И что? Ну и все, и нерабочими приняли это ошибочное решение. Никакой гарантии, ни одна норма не даст. Она помогает нам бороться, но для борьбы нужно ясное понимание, голова и отмобилизованность. И когда такая ситуация возникает, я вам хочу сказать, вы только привели гипотетическое. Я такую ситуацию переживал нашей партии, когда один товарищ сказал, смотрите, вот вы приняли решение, а большинство рабочих, изголосовавших, были против этого решения. Поэтому мы с этим сталкивались. Мы объясняли, что когда мы голосуем, голоса у нас одинаковые. И рабочие могут заблуждаться в этом смысле. Они в этом смысле не святые. Поэтому миры – это очень хорошие, очень необходимые, о чем я уже сказал. Но она не отменяет необходимости понимания того, со что борешься. Ну, я не знаю, может быть, ориентация на тех, кто авторитетен особенно. Я вот, например, как это, раньше Ленин, так сказать, принять решение и с чем-то выступить. Он с кем советовался? Помните, у него было выражение Ленина? Посоветоваться с Марксом. То есть, почитать, подумать. Но вот сегодня, если мы хотим какое-то решение принять и так далее, подумайте. Я, например, советую с Михаилом Васильевичем Поповым. Потому что я знаю, что если где поискать ответ на вопрос, у кого, и надежно, и фундаментально, вот у Михаила Васильевича Попова. Поэтому прямо все своим умом. Ну, надо посоветоваться, подумать. Может, иногда надо прийти снова к этому решению, вернуться, если уж оно неправильно. То есть, короче говоря, вот я на ваши вопросы ответил, что ни одна организационная мера не отменяет необходимости борьбы за решение противоречий. Надо все время быть борцом в любых условиях, при любых обстоятельствах. Спасибо. А, в интернете? Ничего нет. Ну, вопросы закончились пока. Что накопилось? Ну, что? Спасибо большое, товарищи, за внимание. Я надеюсь, что мы не просто с вами тут занимаемся статистической работой, а будем еще и заниматься и практической тоже. Вместе, в общими силами. Спасибо, товарищи, за внимание. Спасибо. Спасибо за внимание. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»-Симон «Симон»-Симон»-Симон «Симон»-Симон «Симон»-Симон»-Симон «Симон»-Симон «Симон»-Симон»-Симон «Симон»-Симон «Симон»-Симон»-Симон «Симон»-Симон»-Симон «Симон»-Симон «Симон»-Симон»-Симон «Симон»-Симон «Симон»-Симон»-Симон «Симон»-Симон «Симон»-Симон»-Симон «Симон»-Симон «Симон»-Симон»-Симон «Симон»-Симон»-Симон «